Находясь на главной вкладке панели настроить, есть вкладка меню. Заходим. Видите, здесь уже созданы некоторые меню. Нам нужно создавать свои меню. Создать новое меню. Мы его назовем главное. Мы его относим к категории главного меню. И кликаем далее. Теперь нам нужно, давайте наверх поднимемся, кликнуть добавить элементы. Здесь, во-первых, страницы нужно добавить. Видите, сразу все страницы ушли, потому что мы создали новое меню и отнесли его сюда, к мейн меню. Здесь, значит, нам нужно контакты, доставка и оплата о магазине и каталог. То есть, мы покликали и подобавили сюда меню. Теперь нужно захватить первый пункт о магазине и перенести его сюда о магазине. Потом чуть ниже каталог, потом доставка и оплата и контакты. Теперь нужно еще добавить один пункт, как бы кнопка консультация. Его можно добавить через произвольные ссылки. Кликаем в произвольные ссылки, вводим текст ссылки, консультация. Теперь нам нужно получить класс всплывающего окна консультации. У нас открыто во второй вкладке, также открыт этот сайт. Здесь, значит, попап мейкер, все всплывающие окна. Здесь, смотрите, консультация. Вот у нас всплывающее окно консультация. Копируем. Класс. Этого всплывающего окна копируем. Возвращаемся в нашу вкладку, где мы настраиваем меню. И здесь вводим решетку, знак решетки. И вставляем наш класс. Знак решетки обозначает переадресация по якорям. Якорь это переадресация не на страницу, а обычно, как на лендинге, как на определенный элемент в рамках этой страницы. В данном случае этот якорь будет вызывать всплывающее окно через класс. Итак, мы вставили все и добавить меню. Вот она, консультация. Теперь нам нужно добавить, где у нас есть пункт меню каталог, туда нужно добавить в категории товаров. У нас есть вкладка здесь категории товаров. Открываем эту вкладку и просто все категории, вот так вот подряд добавляем, все категории. Все, теперь смотрите, нам нужно джинсы, шапки, толстовки, майки, рубашки, куртки, аксессуары, пуховики. Все правильно, но пуховики и кожаные куртки, это дочерние категории по отношению к куртке. И нам нужно сделать так, чтобы при наведении курсора мыши на куртке, только после этого появлялись пуховики и кожаные. Для этого мы поднимаем их под категорию куртки, что кожаные, что пуховики. Но для того, чтобы сделать их дочерними по отношению к категории куртки, мы должны их сместить на один уровень правее. Раз и все. Но если мы пуховики сместим еще правее, чем кожаные, то пуховики уже будут являться дочерним пунктом для кожаных курток. Теперь при наведении на пункт меню кожаные будут выходить пуховики. А это нам никак не нравится. Нам нужно, чтобы при клике, при наведении на пункт меню куртки выходили кожаные пуховики. Поэтому мы пуховики смещаем на один уровень с кожаными. Вот так. И теперь нужно все это переносить под категорию контакты. И как вы понимаете, сместить на один уровень правее. Для того, чтобы при наведении на пункт меню контакты появлялись дочерние пункты с категориями товара. Вот так вот. Вот так вот. Строго друг по другу переводим. Я вам еще один дам такой совет. Если у вас много различных категорий, сразу друг по другу так скоперируйте. Потому что если вы тянете за главную категорию, то и дочерние автоматически переносится. Ну это просто удобно. Можно было вообще сделать джинсы и в джинсах сделать все дочерними категориями. И за раз все перенести под контакты и потом повыравнивать. Ну уже так сделали. Аксессуары, кстати, тоже сюда нужно. Все. Отлично. Ну тут пока не отображается как бы маячок, но это потому что мы в панели настроить находимся, поэтому не отображается. Выходим назад и создаем еще одно меню. Оно будет называться у нас подвал. Это меню для подвала сайта. И относим его к категории footer меню. Далее. Добавить элементы. Здесь будут страницы. Также нам сюда нужно добавить страницы. Открываем опять страницы. Здесь будут страницы о магазине, доставка и оплата. Мы сюда поставим избранное. Здесь также у нас будут контакты и личный кабинет. То есть о магазине, доставка и оплата, личный кабинет, избранные товары и контакты. И теперь нам нужно сохранить изменения. И теперь после того, как у нас сейчас все сохранится, нам нужно будет добавить... Смотрите, меню слишком широкое, при меньшем чуть-чуть экране на планшете будет съезжать. Это не очень хорошо. Я предлагаю доставку и оплату убрать отсюда и вообще, как бы, отобразить информацию по доставке и оплате на странице о магазине. И кроме того, я еще уберу отсюда консультацию. Мы ее запихнем. Короче, покажу вам сделать, как ее сделать. Можно с соцсетями, с консультацией, все вот в верхнем меню. Смотрите. Мы ее удаляем отсюда. Опубликовать. И теперь давайте создадим еще одно меню. Мы его назовем «Создать новое меню». Назовем его «Шапка». И отправим его в «Header». Мы закроем вот эту панель «Настроить». И продолжим работать с нашими навигационными меню. Давайте перейдем... Смотрите, наводим на колесико. Выбираем меню. Я вам покажу вторую панель по созданию меню. Ну, то есть, фактически, по их настройке. Смотрите, что мы получаем. Значит, давайте выберем сначала наше главное меню. Главное меню. Выбрать. Выбрали. Смотрите, тут есть область с настройками иконок. Вот настройки «Меню icons». Открываем эту вкладку. И вставляем галочки во всех чекбоксах. И кликаем «Сохранить настройки». И потом «Сохранить меню». Теперь давайте открываем первый пункт меню «О магазине». И тут есть ссылка «Выбрать». Иконка «Выбрать». Сейчас обновилось у нас все. И вот иконка «Выбрать». Кликаем. Выбираем фонд «Ависон», потому что там самые красивые иконки. Но можете по всем пройтись. Им нам нужно ввести ключевое слово «Shop». И вот эту иконку я буду использовать для страницы о магазине. «Выбрать». Сокрываем каталог. Следующий пункт «Выбрать». «Фонд «Ависон». И вот этот выбираем. «Выбрать контакты». Здесь также фонд «Ависон». Но уже здесь ведем фонд. Вот эту выбираем иконочку. Все отлично. Остальное мы... Кстати говоря, у нас почему-то... Смотрите, я не по тот пункт отнес вот эти категории с товарами. Мы вернемся туда, а я там все это сделаю. Так, давайте сохраним меню. И главное, теперь выбираем «Подвал». Выбрать. Так, здесь мы берем «О магазине». Выбираем. Также фонд «Ависон». Давайте здесь делаем «Shop». Снова вот этот пункт меню. «Доставка и оплата». Выбрать фонд «Ависон». «Car». Вводим на слово «Car». Выбираем вот эту иконку. «Личный кабинет». Выбрать. Выбираем фонд «Ависон». Здесь «Юзер» пишем. «Пользователь». И выбираем. «Избранное». Выбрать. Фонд «Ависон». «Хард» нужно написать. Вот, выбираем. И «Контакты». И «Контакты». Выбираем. Фонд «Ависон». «Фон». Но это еще не все. Выбираем. Давайте сохраним меню. Теперь нам нужно еще выбрать одно меню. Но оно, кстати, здесь не сохранилось, не отобразилось. В общем, давайте тогда создадим его с нуля, которое мы еще не настраивали. Это «Шап». Видите, ссылка есть «Создать новое меню». Кликаем. Называем «Шапка». «Создать меню». Там будут смотреть у нас «ВКонтакте», «Одноклассники», «Кнопка консультация» и «Инстаграм». Мы должны с вами добавить. Смотрите, получается, произвольную ссылку выбираем. И допишем, допустим, «ВК». И вставляем ссылку на «ВК». Вставляем ссылку на «ВК» и кликаем «Добавить». Дальше будет у нас «Одноклассники». Ну, я для примера вставлю также ссылку на «ВК», «Добавить». И добавим мы с вами еще «Инста». «Инста». Ну, для примера ссылку на «ВК» также добавим. И еще нам нужно с вами вставить ссылку, кнопку «Консультация». «Консультация». Ну и здесь, ну, это сейчас мы уберем эту ссылку тоже для примера. Ссылку на «ВК» кликнем. Так, смотрите. Тут также можно переносить все это, менять местами, как в той панели. «Консультация». Открываем первую ссылку. Во-первых, удаляем ссылку. Ссылка нужна для того, чтобы просто отобразить здесь пункт меню. И в качестве всплывающего окна выбираем «Консультация». Тут ничего не нужно копировать, тут просто выбираем. И в качестве иконки нам нужно выбрать фонд «Ависом». И здесь мы должны ввести «Question». Вот этот вопросик поставим. Вскрываем. Теперь «ВКонтакте». Иконку выбираем. Фонд «Ависом». И здесь вставляем вот так вот «ВК». Вот, пожалуйста. Выбираем. И смотрите, что делаем. Мы скрыть текст меню ставим «Да». Выбираем. И то же самое с остальными. Значит, берем «Выбрать иконку». Фонд «Ависом». Уже вставим «Ок». Вот «Одноклассники». Выбираем. Скрыть текст меню «Да». Выбрать. Это такая небольшая лазейка, хитрость. Инстаграм также выбираем. Здесь иконку «Фонд Ависом». «Да». Инстаграм. Вот он. Скрыть текст меню «Да». Выбрать. Все. Теперь сохраняем. Все отлично. Теперь давайте перейдем на сайт. Теперь, видите, здесь у нас пункты меню. О магазине, каталог, контакты. В подвал мы не вставляли пока еще ничего. Давайте в панель «Настрой». Нам нужно подгрузить сверху наше меню из шапки. Тут у нас, значит, вкладка была, по-моему, «Layout». «Header». «About header». Видите, справа social media была. А мы сейчас поставим не social media, а меню. «Go to menu». Здесь шапка сайта. И снова мы ставим «Относить его к header». Ну вот получается вот такая картина. Но мы это подредактируем еще. Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм и кнопка «Консультация». Кнопку «Консультацию» мы подрисуем в другой цвет, чтобы она отделялась. Возможно, эти будут оранжевыми цветами, да? Более. А там будет оранжевый фон, наоборот, и белый шрифт, и белая иконка. Но это мы в последнем уроке будем, когда редактировать дизайн. Давайте сохраним изменения. Давайте выйдем. Я сейчас покажу, почему так мы можем. Мы возможности нашего главного меню. Сейчас инспектируем элемент. Смотрите. Здесь с увеличением экрана. Видите, если бы у нас было больше пунктов меню, тупо они сюда упали. А так все хорошо выглядит. В магазине, каталог, контакт. Так, тот же косяк. Видите, я категории товаров не под каталог, а под контакты отправил. Это вот моя ошибка. Сейчас я это исправлю. Главное. Вот они, джинсы, под каталог все это нужно. Конечно, вот так. Это моя ошибка была. Башки и аксессуары. Опубликовать. И нам нужно удалить лишние вот эти шаблонные меню. Заходим в каждое, спускаемся вниз и удаляем. И удаляем каждое из этих меню. Удалить. 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 Опубликуем давайте. Ну а дальше нам нужно настроить уже подвал нашего сайта.